Дэвид Кейдж Правда, в случае с Beyond Two Souls, Дэвид Кейдж решил подойти с новой стороны к выбору темы, стилю изложения и, собственно, игровому процессу. На создание Beyond Дэвида Кейджа подтолкнула потеря близкого человека. Он решил преподнести игрокам свое видение смерти, ее влияние на оставшихся людей и на то, что находится по другую сторону жизни. Поэтому новая история имеет мало общего с предыдущими играми студии, да еще вобрала в себя внешность и голоса знаменитых голливудских актеров Эллен Пейдж и Уильяма Дефо. История игры стартует со знакомства с главной героиней, необычной девушкой по имени Джоди Холмс. Она в лучших традициях романов Стивена Кинга обладает необычным даром, невидимой сущностью Айден. Призрак с детства находится в тесном контакте с Джоди. После открытия пугающего, ненормального таланта у дочери, родители паникуют и не знают, как к ней относиться. Дальше история развивается в лучших традициях американских фильмов. Приходят в спецслужбы, забирают девочку, ставят над ней опыты, проводят эксперименты, вовлекают ее в тайные операции и так далее. В образе маленькой Джоди мы знакомимся со вторым значимым персонажем. Доктором-психологом, специализирующимся на людях с паранормальными талантами, которого играет Уильям Дефо. Благодаря ему мы узнаем, на что способен Айден. А способен он на многое. В арсенале призрака имеется телекинез. Пирокинез – управление разумом и телом человека. К тому же он бесплотен и способен перемещаться сквозь непреодолимые для девочки препятствия. Например, стены. После исследовательского центра позрослевшую Джоди отправляют в спецвойска. Здесь начинаются превращения хрупкой девочки в жестокого убийцу, способного разобраться с противниками не только при помощи призрака, но и голыми руками. Впрочем, пока об истории известно крайне мало. Понятно, что девушка в конце концов пустится в бега, и ее будут преследовать специально тренированные солдаты. Но как, почему, и когда именно случится этот переломный момент в ее жизни, и чем все это в итоге закончится, к счастью, тайно. История обещает охватить отрезок жизни девушки длиною в 15 лет. Подаваться она будет не в хронологическом порядке. В цифрах Биян звучит впечатляюще. Около двух тысяч страниц сценария, более трехсот персонажей, несколько десятков тысяч анимаций. Для одной Джоди авторы нарисовали около сорока разных моделей. Также нам обещают отсутствие самоповторов. То есть, если в игре будет погоня или драка с хулиганами, то данный ход больше не повторится. Благодаря известным, а главное талантливым актерам, веришь в происходящее. Разработчики использовали метод, в котором актеры одновременно озвучивают и анимируют персонажей. Из-за такого подхода диалоги между героями выглядят естественно. Складывается впечатление, словно они действительно видят и взаимодействуют друг с другом. Мини-игр с необходимостью вовремя нажимать на кнопки, как в Heavy Rain, тут нет. Авторы решили подойти к игровому процессу с другой стороны. В драках мы больше не видим всплывающих иконок и теперь должны наклонять аналоговый стик в нужную сторону, блокируя или нанося удары. Когда же в руки передают управление Айден, игра становится гораздо интереснее. Бесплотность духа дает ему большую свободу перемещения и действий в рамках локации. Например, управляя призраком, мы можем проникать в разное помещение и подслушивать разговоры персонажей, пугать их, взаимодействовать с ними. Каждый человек выделен одним из трех цветов. Каждый цвет позволяет по-разному контактировать с персонажем. Оранжевый захватить тело, красный вызвать сердечный приступ, синий демонстрирует невозможность воздействия. Главный цвет – оранжевый, управление разумом. Это позволяет вселяться в персонажей и вынуждать их делать поступки, которые бы они по собственной воле никогда бы не сделали. Насколько такие манипуляции будут влиять на сюжет, пока не ясно. Кейдж намекает, что с духом не всегда получится дружить. Если его силой распоряжаться неправильно, главный союзник может превратиться в злейшего врага. Но главное достоинство проекта заключается в разнообразии не только игровых ситуаций, но и локаций. Будут военные операции на Ближнем Востоке, бегство через Америку, приключения в горах, зимние ночи под открытым небом и это только начало списка. Quantic Dream умело скрывают главный козырь проекта – нелинейность прохождения. Настолько умело скрывают, что закрадываются подозрения, а есть ли оно в их новом проекте? В любом случае, нас ждет атмосферное, эмоциональное путешествие девушки и ее паранормального спутника через время и пространство. Сага, повествующая о жизни, смерти и о том, что находится за гранью нашего мира. Станет ли Беянд Игрой Года или же нишевым проектом для любителей интерактивных историй, мы узнаем 11 октября этого года. Продолжение следует...